Привет! Вы на канале СМИРУ ПО ФАКТУ, а меня зовут Александр Гришин И я продолжаю серию роликов на тему нашествий И сегодня я расскажу вам о пчелах И это будет пятая часть Предыдущие четыре вы сможете найти в описании к этому ролику Итак, поехали! В 1956 году бразильский ученый Уорик Кер скрестил европейскую пчелу с африканской дабы получить новый вид пчелы более медоносной и более устойчивой к плохому климату У него это успешно получилось Но по досадной ошибке пчелы были выпущены на волю и расплодились там в огромных количествах И теперь, из-за одной маленькой ошибки одного человека от этих пчел страдает все западное полушарие планеты Жалят они так же, как обычная пчела Вот только нападают они целым роем Сотнями и даже тысячами особей, убивая тем самым жертву По этой причине они получили прозвище Пчелы-убийцы Уже через 10 лет после неудачного эксперимента был зафиксирован первый случай нападения целого роя пчел-убийц на дома в бухте Рио-де-Жанейро Тогда пчелы погубили более 150 человек и несколько сотен животных Все попытки спасателей применить против них огнеметы оказались тщетными Однажды рой таких пчел прилетел на футбольный матч который проходил в Сальвадоре Рой диких пчел напал на игроков футбольных команд и судей Жужжащие насекомые появились внезапно и многие поначалу даже и не поняли, что происходит Пчелы начали атаковать всех подряд Ими были облеплены даже видеокамеры, которыми снимали матч Испуганные зрители, находившиеся на трибунах, начали паниковать и покидать стадион Сами футболисты ложились на траву, чтобы хоть как-то спастись от укусов пчел Однако все было бесполезно Больше всего досталось судье матча Видимо, его желтая футболка раздражала пчелу особенно сильно В Краснодаре пчелы атаковали Вишняковский рынок От них пришлось отбиваться не только продавцам, но и покупателям Что побудило пчел роиться в таком месте, осталось загадкой Вот еще одно удивительное видео Рой пчел облепил белую Тойоту Камри, припаркованную в аэропорту Кольцово Как они туда попали, загадка Видимо, матка каким-то образом залетела под крыло И вокруг нее образовалось роение И пчелы никак не хотели покидать новое жилище Владелец даже заезжал на мойку, и их сбивали струей воды, но тщетно Пришлось обратиться в службу, которая травит пчел И в итоге весь рой был уничтожен А вот в Иклахоме полчища пчелы атаковали машины на хайвее И даже стали виновниками аварии Они просто облепляли автомобили, не повезло даже полицейским Одно дело, когда пчелы атакуют где-то на улице Полнейшие лажи, если они поселяются в вашем доме Как, например, в этом видео Хозяйка обратилась в специальную службу, занимающимся уничтожением пчел Приехав, они сняли облицовку дома и обнаружили там огромное гнездо И это не такая уж и редкость, когда рой пчел поселяется в облицовке дома В этом видео хозяевам также не повезло Только представьте, как жить в таких условиях Постоянно слышать пчелиный гул, слышать их шевеления Ну а если они и в дом проникают, то тогда совсем жопа Ну и напоследок хочу вам показать два видео про шершней Пусть это и не пчелы, но все же в тему Разворошить рой пчел не так страшно, как разворошить рой шершней Они и больше, и более агрессивны Вот видео от первого лица Шершни просто кишат Хорошо, что есть специальное обмундирование Ну а тут разворошили гнездо азиатских шершней И они просто огромные Бей, бей Ну а на сегодня все Я надеюсь, что вам понравился этот ролик И вы поделитесь им со своими друзьями Ну а я прощаюсь с вами ненадолго До новых встреч, друзья Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok